Профессор-доктор наук, специалист по урологии Эмин Озбек рассказал, как повысить уровень тестостерона естественным образом. Он предложил проверенные стратегии для повышения уровня тестостерона без его приема. Номер один – регулярные физические упражнения. Исследования показали, что увеличение физической активности более эффективно для повышения уровня тестостерона, чем просто снижение веса. Рекомендуется многосуставные упражнения и интервальные тренировки высокой интенсивности. Эффективные упражнения. Силовые тренировки. Приседания, становая тяга, жим-лежа. Тренировки с большими весами и короткими перерывами от 30 до 60 секунд. Эффективные упражнения. Во-первых, силовые тренировки. Приседания, становая тяга, жим-лежа. Во-вторых, тренировки с большими весами и короткими перерывами от 30 до 60 секунд. Третье – интервальные тренировки. Это короткие, но интенсивные серии упражнений в сочетании с периодами отдыха или низкоинтенсивными упражнениями силовых тренировок, включая приседания с собственным весом, отжимания, подтягивания и подъемы корпуса и более длительных периодов отдыха между подходами. Номер два – поддержание здорового веса. Мужчины с избыточным весом имеют на 30% более низкий уровень тестостерона по сравнению с теми, кто поддерживает нормальный вес. Ожирение является одним из главных факторов снижения тестостерона. Мужчины, страдающие ожирением, гораздо чаще имеют низкий уровень тестостерона. Считается, что наличие большого количества жира на животе приводит к более высокой выработке фермента, называемого ароматазой, который превращает тестостерон в эстрадиол, снижая уровень свободного тестостерона у мужчины. По этой причине потеря веса может улучшить уровень тестостерона и здоровое питание может помочь вам достичь этого. Номер три – качественный сон. Недостаток сна может негативно повлиять на уровень гормонов, включая тестостерон. Исследование показало, что после недели ограниченного сна всего 5 часов на ночь, уровень тестостерона у молодых мужчин снизился на 15%, в то время как естественное ежегодное снижение составляет 1-2%. Для поддержания здорового уровня тестостерона важно спать 7-8 часов каждую ночь. Номер четыре – управление стрессом. Хронический стресс повышает уровень кортизола – гормона, который негативно влияет на тестостерон. Эффективны техники релаксации, медитация, дыхательные упражнения, йога. Номер пять – правильное питание. Здоровое питание помогает поддерживать уровень гормонов. Переедание и нестабильные диеты влияют на гормональный баланс. Упор на цельные продукты. Постные белки, полезные жиры, овощи и цельнозерновые продукты. Рекомендации по питанию. Белки. Курица, индейка, рыба, нежирная говядина, яйца, молочные продукты. Полезные жиры – авокадо, орехи, оливковое масло, жирная рыба. Продукты с цинком. Устрицы, красное мясо, орехи, семена. Витамин D. Жирная рыба, яйца, обогащенные продукты. Магний, шпинат, зелень, орехи. Продукты, повышающие тестостерон. Постное мясо, жирная рыба, авокадо, чеснок, гранаты, имбирь. Номер 6. Витамины и минералы. Витамин D играет ключевую роль в поддержании уровня тестостерона. В ходе годового исследования 65 мужчин, принимавших 3300 ме витамина D ежедневно, увеличили уровень тестостерона на 20% по сравнению с теми, кто этого не делал. Получение солнечного света ежедневно помогает регулировать его уровень. Источниками витамина D также являются жирная рыба и злаки. Минерал цинк. Мы пришли к выводу, что дефицит цинка снижает уровень тестостерона, а добавление цинка повышает уровень тестостерона. Кроме того, степень влияния цинка на тестостерон может варьироваться в зависимости от базального уровня цинка и тестостерона, формы дозировки цинка, элементарной дозы цинка и продолжительности приема. Далее номер 7. Ограничение алкоголя. Избыточное употребление алкоголя негативно влияет на уровень тестостерона. Номер 8. Увлажнение организма. Поддержание водного баланса важно для гормональной регуляции. Суточная норма воды равняется вес тела умножить на 30 мл. Номер 9. Пересмотр медикаментов. Некоторые лекарства, например, статины, могут снижать уровень тестостерона. Если есть подозрения, что препараты влияют на гормональный баланс, стоит обсудить это с врачом. Номер 10. Минимизация воздействия эндокринных нарушителей. Избегайте BPA в пластике, фталатов в косметике и пестицидов. А теперь часто задаваемые вопросы. Стоит ли принимать добавки тестостерона? Некоторые исследования показывают риски от этих препаратов. Лучше сначала проконсультироваться с врачом и попробовать естественные методы повышения уровня тестостерона. Производят ли женщины тестостерон? Да, но в значительно меньших количествах. Тестостерон помогает восстанавливать репродуктивные ткани и поддерживать сексуальное поведение. Однако, слишком высокий уровень тестостерона может привести к симптомам, таким как избыточное волосение или угрубление голоса. Вопрос. Какой напиток лучше всего подходит для повышения тестостерона? Ограниченные исследования показывают, что употребление гранатового сока может улучшить уровень свободного тестостерона. Действительно ли ашваганда повышает уровень тестостерона? Прием ашваганды был связан с 18% увеличением дегидроэпиандростерона и 15% увеличением тестостерона по сравнению с плацебо. При этом не было никаких существенных различий между группами в кортизоле и эстрадиоле. Следующий вопрос. Повышают ли бананы уровень тестостерона? Бананы могут повышать уровень тестостерона, а также улучшать уровень энергии. Другие фрукты, повышающие уровень тестостерона, включают арбуз и виноград. Цитрусовые могут помочь увеличить выработку тестостерона и снизить уровень гормонов, которые делают выработку тестостерона менее эффективной. Далее, какая трава самая мощная для тестостерона? Трибулус. Эта трава ценится как один из лучших натуральных усилителей тестостерона. И последний вопрос. Повышает ли сывороточный протеин уровень тестостерона? Согласно исследованию, добавки сывороточного протеина в дополнение к силовым тренировкам существенно повышают уровень тестостерона по сравнению с плацебо. Если у вас будут вопросы, оставляйте комментарии, мы ответим. Продолжение следует...